возможностями. Мы сделаем так, чтобы ребята могли из разного социального уровня, разного физического уровня, чтобы они нашли общий язык. Потому что, допустим, если рассматривать непосредственно тренерскую деятельность, то часто бывает тренера выбирают для себя, так скажем, любимчиков, в кого вы будете вкладывать время, средства и продвигать. В моем случае я должен всех равных, одинаково подготовить, поэтому я воспитатель, дать основу. Здрасте, здрасте, базу, базу. А уже из них по желанию и согласию с родителями... Парни, ну давай в темпе, ну хорош. Семен, Макс, да. Семен, тормози, тормози, вернись назад. Хорош. У нас подходит, ручкой махнули, здрасте. А уже они, тренера, непосредственно выбирают договоренности с родителями, допустим, обсуждают то, что хочет. И уже непосредственно тогда уже ведут конкретную деятельность, конкретную работу. Все, ложи, молодец. Да. Тихо. Вот так. Ну это опять, это такой, все, ручкой махнули, поздоровались друг к другу, все, делаем, да. Да, могу такой еще момент сказать, чтобы получился какой-то результат. Первый, чтобы родители видели стабильность, показатели роста. Первый, да, надо посещение. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы ребята, они могли и дома, и на улице, и здесь заниматься. Это примерно, знаешь, три раза в неделю, если мы рассматривались. Ну, два раза в неделю, ладно, это хороший будет результат. И так, парни, отодвиньтесь, пожалуйста, на зеленый пол, где свободно. Зачем вы лепнете сюда? Для чего? Не надо. Да. Все по 20, все по 20, всего. Все, тихо, да, всего по 20. Дайте я поговорю. И первый год, это только начало, это только раскачка. Опять, никто, почему я занимаюсь именно воспитательствами, потому что у них у всех хватает учителей. Учителей, школа, кто-то еще на разные секции ходит, родители часто там что-то требуют. Здесь мы создаемые условия, чтобы, во-первых, они не тремаривали, не волновались, что есть какой-то там тренер, там еще какой-нибудь инструктор, вот этого, чтобы их не напрягало. Так надо сделать, чтобы они могли раскрыть себя. Может быть, кому-то вообще физически оно, как иначе-то поверхность, может кому-то рисовать, как раскрыть себя. А родители не всегда это видят. Родителям, может быть, хочется, что все, мой сын или дочь будет инженером, механиком, космонавтом, грузчиком, там, ну как бы родители виднее. А здесь они знакомятся, учатся, общаются. И самое что главное, один из самых главных моментов, они обучаются взаимодействовать друг с другом. Маленькие, тоже как бы тренируют. Парни, хорош. Вы, Леона, не смущайте Леона. Лева, что, они тебя засмущали? Всего по 20 раз, я же сказал, Семен, всего по 20 раз. Так что, так? Про справку помнишь? Сергей Гнадьевич, да, шпагат 20 минут. Мы должны справку, что ребенок здоров. Там, сейчас, секунду, всего по 20 раз. Даже шпагат по 20 минут. Нет, пока вы до шпагата дойдете, вы должны сделать всего по 20 раз. Справка вот такого образца, например, есть. Это форма какая-то? Я, я не знаю, простые. Вот, например, на оздоровительную площадку, что может посещать. Справка есть у кого-то вот такая вот. Педиатр. Да. Например, вот кому-то, видишь, указали... Ну, спазы. Да. Кому-то указывают так. Кому-то доктор напишет, вот, группа здоровья вторая. Где-то напишут рекомендации. Где-то пишут для занятий физкультурно и спортом годен. То есть, вот, или противопоказаний нет. Нам надо, нам надо понимать, от чего отталкивать. Потому что иногда бывает и родители скрывают, и берут секции. И берут какие-то секции, родители иногда скрывают об этом. А потом мы узнаем, что там давление скачет, или плоскостопие, или еще что-нибудь. То есть, нам надо четко понимать, как раз для этого главный тренер Денис Владимирович и выстраивает индивидуальные занятия. Друзья, мы возьмем справку. Вы не говорили на том занятии, я бы... Справка и согласие 100% должны быть. А по поводу плоскостопия, ну, вот, именно в нашей семье, что у девочки, что у мальчика, она супер плавающая. Вот они занимаются, у них архитектура выстрела, все отлично. Потом они пошли, например, учиться. Какой-то они там, например, приболели, и все, и они, например, скатились. И мы опять архитектуру заново строим. Мы же сами знаем. Надо... Я даже знаю, у нас ребята ходят... Там вообще какая-то дикая группа плоскостопия. Просто... Просто шлип... Просто подошва ровная. То есть даже такое есть. Есть очень многое набор упражнений. Я почему именно про плоскостопие или другое спросил. Вот силовая атлетика связана с прыжками на ноги. И если нету должной амортизации, будет ненужное воздействие на позвоночник. Я вот прочел. То есть мы должны знать всякий момент. И из-за этого выстраивается занятие, дозировка от высоты. Какой дел? Потому что если обращал внимание, как ребята, они крутят круто. Но приземляться ноги не умеют. Понимаешь? Кладут. Бум! Пятками. А ребята старшие приходят всего по 20 раз, ребятишки. А стоп! 20 секунд? А стоп! Нет, нет. По 20 раз действий. По секунде вы также секунды, количество секунд делаете. Пятиминутки там. Что? Вместо 10-ти, 20-ти. Все вот шлипинаты. Все, что разы, все, что разы по 20 раз. Все, что минуты, как обычно, да. Да, ребята уже взрослые, допустим, и открываются такие моменты. Спустя какое-то время открываются моменты, что именно из-за прыжков воздействия на позвоночник. Кого-то голова болит. Представляете, в 20 лет начинает у кого-то болеть голова. Какие-то там появляются зажимы, перекосы. Потому что многие думают, что они красотой любиты в своих вращениях. Они всех поразят и всех призы заберут, выиграют. А о здоровье многое не думают. Поэтому первичное у нас гимнастика. Это как оздоровительное направление. Самое первое. Тем более сейчас для недоедей, я считаю, что не нужны какие-то суперспортивные подвиги. Привыкают, пусть посмотрят. Например, если кто-то там занимается, может быть, рукопашными боями или щекой, там тренер требует, надо там бить, выигрывать призы. Потому что это престиж и слава непосредственно для самого тренера. Федерации, в чьи слова, в чьи, хватает взрослых ребят, кто приносит эту славу, там, и награды приносят в России. Сейчас, может быть, кто-то из них захочет. Может быть. Может быть, родители захотят. Кто? Ну, что, когда они, ну, вот, молимся, пойдет к вам, и спросит, когда были. Вы с вами с ним разговариваете. В любой день. Я даже... Теренческие стороны. Единственное, по здоровью, у него анематеринское сердце. Рожденное. Мы наблюдаем. То есть, изначальное прирождение, когда он все обнаружил, в первом году мы говорили, ждем 12 лет, он перерастет. Из противопоказаний только глубоководное плавание. Эти вот прям, ну, ну, мы не занимаемся, гибель, то, что мы это не возим. Ну, вот сейчас вот это как мы сделали. Как бы у нас остается в том же месте. И у нас анематеринская была сначала в одну сторону. И у нас с четырех лет она теперь в одну сторону туда-сюда. В общем, если она будет миллиметр, то это она теряется как вот. Питер, Москва. У нас миллиметра нет. У нас как 0,7. Но она никуда не уходит. Сердце растет, она тоже растет. Скорее всего, что, возможно, что будет так. Это единство у нас, да. Но вот то, что его нагружают, думаю, то, что... И вообще, что, ну, нет ли ничего, то есть, да. Ну, бегай, прыгай, как вот, как и бегут, нравится все это. Так мы поэтому к вам пришли. Ну, это не знаю. Он не хочет другим. Все, все, все. Потому что когда вы там сказали, что вот эти все травмы, что вот она преградит, он говорит, мам, почему не я? А мой будет, к маме, у меня душу сует. Так они все говорят. И я, естественно, очень расстроилась, и саму сушкала, говорит, я вот вообще очень сомневаюсь. Он заболел. И я говорю, ну, может, там, куда-то будет еще. Он говорит, нет, и никогда мы пойдем туда. Все, мой Лев, аккуратно, сзади вас покрышка, сильно не двигайтесь, а то вы уже прям удвинулись. Сейчас покрышку в коридор оттолкнете. Лева, терпи, чуть-чуть осталось. Потерпи, потерпи. Куда ты тренер обратите звонку в 7 утра? Да нет, нет, смотря так, то у нас у всех трудовой, ну и все взрослые люди, трудовый начинается срано. А так, и сказать, в 7 утра я заболел, я не приду, конечно, это настроение не особенное. Сейчас не переживай. Ребятишки, а скажите, пожалуйста, кто меня, например, какое-то время знает, часто ли я вам рассказываю про соревнования, часто ли я вас приглашаю на разные соревнования? Часто. Вот сколько раз примерно я приглашал вас, вас и ваших родителей? Ну, раз 5, раз 7. Раз 5? Погоди, Леон, ну погоди. Второе. Он только маленький, 5 лет только пришел. А ты можешь ходить в год, тебя столько еще... Да нет, я уже второй раз. Пять раз 7. Он, значит, не новичок, а старичок. Он уже старичок, опытный. Я, нет, в том плане, сейчас они сказали, постоянно куда-то зовем, здесь устраивается. И соревнования, ходьба в мостике! Это вообще крутое соревнование. Делаем так, чтобы все выигрывали, или чтобы не было, вернее, знаешь как, и выигрыш, и проигрыш, это очень хороший опыт понять, пережить. В простой форме детской им это объясняем, почему это надо. Было такое и до слез. Какие-то девочки, мальчики расстраиваются, они меня опередили. Ну, поговорим, пообщаемся. Что он, мостик? Конечно, мостик, каждый находит какие-то свои сильные стороны. Кому-то проще гибко дается растяжка. Да, мальчик вот этот, Артем, да? Не только, сейчас подойди, если бы эта растяжка не была больше всех нелюбима из-за того, что больно. Например, когда подтягиваются, они наблюдают движение мускулатуры, вот это вот. А растяжка в таковой движении нету, просто становится больно. И это очень тяжело им терпеть. Одна из самых нелюбимых, но в плюс гимнастики еще, чтобы у тебя понимали, для супруга, для него непосредственно понимание. Основная задача гимнастики, общедоступная, именно народная, как мы называем, это повышение таких, улучшение и развитие таких качеств, как ловкость, сила и гибкость. Это три основные качества. Из них дальше пойдет выносливость, дальше пойдет мощь, что надо для мужчин в данном случае, либо для девчат, грация. То есть многие приходят, занимаются танцами, рукопашными, всякими каратэ, плаванием, шахматами. То есть, а сюда, потому что здесь общее развитие дается. Кто-то, например, если ты, может быть, слышал, кто-то, например, делает какие-то тренировки на конкретно отдельную целевую группу мышц, там, та-та-та, качаться, я думаю, что ребятишкам до 16 лет вообще нет смысла. Железо какое-то, там, что-то, здрасте, здрасте, что-то тягает, что-то, что-то там, о чем-то это делать. Здесь общее должно быть понимание. Ребятишки, сейчас пока тормозим, подходим к температуру, кто не подошел, и у меня к вам просьба. Смотрите, молодец, Семен Сергеевич. Пока, можешь, присаживайтесь, что это? Я пойму. А, так, Леон останется сам, Лев. Да, да, все, да, до 9. Лев, Лева, ты так останешься. Марин, мама, позови, пожалуйста. Мама, позови, стоп, сейчас, секунду, парни. Можно я сам себя померю? Сейчас, секунду, секунду. Крикни маму, сейчас, секунду еще. Мама, мама, пока здесь, мама, пожалуйста. Момент, еще раз, послушайте. Форма одежды, синтетику убирайте, потому что мы ее не запоминаем. Возможность убирать синтетику. Сейчас жара, что-то свободного плана, потому что все облегающее, они начинают чесаться, синтетика потеет, колон не пропускает. Есть возможность, Марин, пожалуйста, есть возможность, есть что-то вроде Никита вшорков, свободного. Вот, допустим, сейчас тут будет хорошо, чтобы она могла разуваться. Какой план штаны? Марин, с мамой покруйте. Вот это, мне кажется, цветы, ну, это хлопок, да? Штаны. Это, конечно, мозг, это для тебя. Ладно, не пойду, потому что мы девочки, а у нее футяшка начинала потеть, а она натирает. А как можно, короче, можно и сможем хлопок? Десять секунд, а потом, когда ты сделаешь двадцать, то... Смысл такой, я отмейкер. Делаем десять секунд, полного. Дело, правильно, я тебе просто сказал. Потому что обращаем внимание, в конце тренировки начинает чесаться. Еще магнезия вылетит, да? Она, тыр-тыр, глаза. Дай, тыр-тыр. У нас не стоит. Дерезники для того, как правильно делать. Смысл такой же. Смысл такой же. Да. Чем? Блин, у кого-то пример. Семен. А, оба Семена подайте, пожалуйста, сюда. Два Семена. Или вот, например, Леон. Вот если бы было такого характера штанцы, потому что, знаешь, типа шароварные или оладилки называют, там он просто укусил, проходит там дает. И если какой-то портикерт, он просто впитывает. А это даже у ребят, например, они вот... Сем, подойди сюда вопрос. У меня. Да ты уже весьма... Да, ну это парень, ладно, у них это жар, все, я не переживаю, потому что девушка начинает волноваться, расчесываясь. Еще, еще, если, посреди, смотрясь, если, ну, реально. Раз, 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 Марина, пожалуйста. Поэтому ты подумай по одежде, ладно? Все, мама сказала, потом в плане, что... Хорошо. И я думаю, да, все, мы посмотрели. Я просто думал, что хлопок или какой-то миллион. Оно лучше впитывает, не так хотя бы раздражение нахожу. Мы посмотрим, что это будет хорошо. Посоображайте, поэтому это чисто для... Сейчас, дойдет, еще жарче будет. Еще, дойдет, еще, дойдет. Сейчас ждем чешки. Вот, смотри, это я показываю. Вот, это ведь вместе не прошло. Мы сейчас думаем чешки, либо мы возьмем все такие вещи. Поэтому обувщиков на каждую струблю, на предополнительную, это пафлейн, с подошвой. Либо смотрите, как-то схоженные. Но это для всех проблем чешек. Дмитрий с Владимиром тоже занимается танцем. Здесь в месяц две пары с нашим. Это футболки, как? Ну вот пока что-то не пришел. Мы уже заказали партию футболок. Но это простые черные футболки, свободные. Свободные. Для девочек, для мальчик. Они, ну как бы, кроме женских, я не знаю, есть нет. Они по разным координациям. Чешки сейчас посмотрят, чтобы не расстраиваться, потому что мы не будем жить даже вместе. Я уж скажу, да, наши между собой. Все это, как вернусь, будет, а там уже все, мы шатались. Но кожа или чеш, которые есть, это вообще все будет стекать до влоги. Это тяжело. И босиком не хочется больше. Так, еще вопросы. Как мотоцикл, да, Лев? Как мотоцикл? Сейчас, ребятишки, погодите, я же вам сделаю, я вам строю великую полосу препятствий. Ура! Это великая... Сейчас вы все доделаете, это будет великая полоса препятствий. Лева, ты познакомился с ребятами? Ты уже целый второй раз пришел, да? А я целых четыре месяца хожу. А я целый год. А я целый... А ты два. А ты целый год. Месяца. Ты видишь, Лева? Сергей Геннадьевич целый год их занимает. Молодец, поздравляю. Ребята, а вы в курсе? Вот смотрите, у нас сегодня Семен, Семен, Максим, Никита, Марина и Леон. Леон из Бравл Старца. Это его настоящий Леон. А переводится, знаешь, как имя Леон? А Леон. Лев, как имя переводится? Хачем. Лев, да? Лев. Лева. Лев. Ура! Теперь Леон это Лев. Лева. Бравл Старца. Все, ребята, почему Бравл Старца? Это человек. Лева, человек. С именем Леон. Есть игрок такой, Леон. Персонаж? Есть такое кино, Леон. Леон, хамелеон. Леон, не Леон. Кстати, хамелеон, вы знаете такое животное? Да. Видел? Он маскируется. Да, он может превратиться. Это большой секрет от передачи? Нет. Десять. Десять. Он маскируется. Он может спрятаться. Четыре. Три. Два. Один. Как бы невидимость. Три. 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 Сейчас, Паня, секундочку потерпите. Секундочку. Можно будет все? Пожалуйста, кубики пока принесите. Вы все выпрыгнули? Да. Молодцы. Кубики, пожалуйста, принесите. Я самые тяжелые, Ваня. Нет. Не надо взять. Теб поставь. Надо было одинаковые. Сейчас объясню почему. А вот они одинаковые. Одинаковые под эти кубики. Знаешь почему? Потому что будет... Нет. Еще не си смелее. Да. Потому что будет неровность. Если они будут не одинаковые, будет неровность. Вот так вот ставьте. Отойдите, Геннадь. Сейчас, секундочку. Лев, давай, доделай. Смотри, вот так. Смотри, вот так. Еще чуть-чуть вот так. Давай. Пока ставьте. Да, сейчас. Семен, Максим. Там, пожалуйста, растяжку подержите. Ноги поднимайте. Моги поднимайте. Моги поднимайте. Шпагат. Вы шпагат тоже сделали? Да. Все, я понял. Сейчас. Молодцы. Сейчас тогда погодите. Идите пока поподтягивайтесь. Шпагат пять минут? Шпагат. Две минутки. Подтягивайтесь. Эй! Две! 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 Ну сделайте две. Две пять. Сделайте пять. Если хотите. Сделайте пять. А я все. Минимум три. Минимум три. А теперь надо на насажку. Вот так. Сказали две двери. Так. Стол держись. За столом держись. Ручками держись. Значит еще пять минут. Ну так. Раз, два, девять. Леха, ты до ста у меня считать? До ста. Нет. А до скольки у меня считать? Сердюки, ну а где? До сороки девяти. Вот. Давай до сороки девяти досчитай. Сергей Геннадьевич. Пятьдесят. А сто на носочках сто? Да. А я двадцать. Двадцать? До сороки девяти. До сорока девяти. Ну что дали все по двадцать? Ну носочки, Семен. Ну носочки. Вы будете потом очень ловко прыгать. Уж доделайте на носочки. Зато вы потом плясать, когда будете плясать. Ловко, ловко. Плясать. 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 Что, дождь-то сегодня будет что-ли, ребят? Да нет, чуть-чуть. Там облака сильные такие, черные облака. Чуть-чуть. А вы гром слышали? Слышали гром? Ты слышал гром, который на улице гремел? Не слышал? Там сильно гремело. Ребят, не балуйтесь, пожалуйста. Слышал. 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 Сейчас ты пока поподергивайся. Я сейчас просто красиво все построил, чтобы вы не уронились. Молодец. Слышал. Молодец. Слышал. 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 Молодец. Теперь тебе надо сделать вот так вот 20 раз с ножками махнуть. Да. Да, да, да. Вот смотри, как Марина делала. Иди сюда, вставай, заходи сюда. И как Марина махай. Марина будет высоко и красиво махать. А ты, может быть, так, Максим, не ударь никого. 20 раз. Молодец. Сейчас я все построил, парни. Погодите. Две минуты шпаляки. Две минуты шпаляки. Две минуты шпаляки. Десять. Молодец. О, Макс, научился ты подтягиваться, да? Я издал к Носе. Ну, все равно, молодец. Сейчас Семен с Никитой как покажут подтягивания. Как Семен и с Никитой покажут, и как Марина покажут. Двадцать. Давай. Двадцать. Ножкой махай. Двадцать. Махай. Махай. Семнадцать. Восемнадцать. Двадцать. Двадцать. Нет, мы здесь. Молодец. Теперь садись в шпагат, как Марина и как Семен. Рядышком с ними садись. Вот. И тебе надо сделать по десять наклончиков в каждой ноге. Как Марина. Посмотри, делает. Нет. Она, видишь, наклончики к одной ноге делает, к другой ноге. Да. Семен, я почему ему говорю сделать по весь раз, просто ему считать тяжело. Тереть. Тереть. Полюбачить. 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 В общем, Бравл Старс, говорите, да? Да. Игра. Я понял. Ау, ау. Крутая игра? Да. Я в нее не играл, у меня телефон, потому что почему есть игра? Ну и не нужна она тебе, значит, игра. Игра. Парни не волнуй. Еще? Она тебе, может быть, и не нужна? Нет. Она просто загружается, и ВПНа нету. Ааа, вы строили? Да. Нужен ВПН. Вопреки. 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 Семен, не отвлекай, Семен. Я понял. Лех, тебе тоже не надо в игры играть. Это для взрослых такие игры, не надо. Там это детская игра, там 5-летняя. Ну, все равно, зачем это она? Это много, лучше книжки почитать, чем отвлекаться. 101. 101. 101 сделал? Да. Еще больше. Семен? Еще больше сделал. Да. Сделал? Да. А что сейчас, Сергей Геннадьевич? Сейчас, друзья мои, сейчас у вас будет. Зависайте, пожалуйста, на перекладинке. Ну, нет, я уже повисну. Надо повиснуть. Практически, Никита, ты молодец, угадал. Вам надо сделать, все, Лех, пока смотри, висите шпагатики, Вам надо сделать 10 подъемов ног. Потом. Никита, скажи, пожалуйста, Леха. Во, 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 молодец. Да, 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 да. Да, 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 да. 10 подъемов ног. Леха, только ножки не ударь, Марина, а что прямо сейчас ты круто и носком ступни шивем. Или не ступни. Ножки шире, раздвигай. 10 подъемов ног. Парник, Никита, Семен. Семен, Максим, услышали? Да. 10 подъемов ног. Повисайте на переговорах. А потом 9? Да, потом 9. 9, 8, 7, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10. Да, помогая полосу препятствий строй. 10 подъемов ног. 6, 7, 10. Делаем, пожалуйста. Ножки прямые, ножки прямые. Господи. Максим, ножки прямые. Стоп, Марин. Семен, тормози. Я не могу видеть. Тормозите два Семена. Видите, сзади вас Марина? Либо попросите, чтобы она... Марин, отойди в сторону. Парни. Парни. Парни, чтобы больше так не было. Потому что можно ступнуться. Незачем. У нас одну единственную девочку, у нас сейчас вы ее обидите, наступите на нее, да? Не надо наступать. Все, Макс, помисай. Я ногу. 10 подъемов ног. 10 подъемов ног. Помисай, пожалуйста. Вот рядом с Семеном. Помисай рядом с братом. Да, на высоком турничке. Все, делаем. 10 подъемов ног, пожалуйста. Терпи, Леон, терпи. А ты сможешь, Леон? Ты сможешь, как Марина? Я сделаю 20. Сделаю 20. Пойдем. Все, Марин тоже заканчивай. Сейчас, смотри, для тебя и для Марины. П academia. Пожалуйста, делай. Парни, пожалуйста, делай please. Парни, пожалуйста, делай. FP1, делаю, пожалуйста. Повисай, ножик поднимай. Так. Леон, для тебя и для Марин. Я просто боюсь и скользю не было. Не бойся. Ты держись руками и поднимай ноги, не бойся. Тебе не надо на высоких турниках. Вот перед тобой движение. Видишь? Повисай просто ноги. Дudd volatile. Так, смотри, это для Леона и Марины, так как вы у нас самые младшие, да, сегодня? Марина, молодец, Марин, тебе надо Леону защищать, потому что он самый маленький сейчас. А тебе сколько лет? Ой, ей 8, она старше тебя, она тебя будет защищать. Молодец, молодец, посчитал. Она тебя защищать будет. Не надо мне шишку. Парни, парни, хорош. 10 раз надо сделать, побьем ногу. Молодец. А я 7. Семен, я тебе советую, тебе Семену прыгать прям, Семыч. Вам двум Семенам, да, с центра прыгать. Все, так, Леон, иди сюда, Марина. Я 7 делаю. Смотрите, какая это. Вызовите, вывезите, вывезите, вывезите. Вывезите, вывезите, вывезите. И надо сейчас тебе вот так вот побеснуть, и коленки поднять к ноге. Вот, вот так надо сделать 10 раз. Лады? Вот это 1 раз. Хорошо. Ты только ладу 10 раз. Молодец. Смотри, что он творит. Он еще и подтягивается, и ноги поднимает. Все делаем. Ну, это братан поделился с ним. Так, лады, все. Теперь я шагу. Когда вы сделаете, слышите, когда вы сделаете 10 раз, потом выстесите, 9, 8, 7, 8, без обмана. Я сделаю 10. 10. Сейчас ты отдыхаешь 5 секунд, делаешь 9 раз. Эта игра называется лесенка. С 10 до 1. Ребята, делаем. Молодец, Семен Антонович, сейчас и пилишка. Вы когда-то находили копейки вместо рублей? Копейки? Да. Я находил, я нашел одну копейку сегодня. И копейки, и рубли находил. Я копейку одну нашел. Даже тысячерублевые бумаги находил. Где? На улице. Кто-то терял, наверное. Везло. Как везло. Я их потом отдавал людям, кому бедные, кому надо было отдать. Давай, ручку протягивай, пожалуйста. Семен Антонович, как твое самочувствие? Хорошо. Желаю хорошей тренировки. Давай, Петюненька, поехали. Все, я пошел сейчас раздел. Я все. Так, следующий, Семен, подходи, пожалуйста. Я, как раз закончу. Фамилия, имя, отчество громко отчет. Голубер Семен Сергеевич. Семен Сергеевич, как твое самочувствие? Хорошо. Все, братан, желаю хорошей тренировки. Максимус, пойдем. Максим Сергеевич. А что делать? Я сделал. Ты сделал 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 до 0. Я тоже сделал. Молодец. Вам перерыв. А можно по этим походить? Сейчас, секунду, я дострою. Хотя, в принципе, она практически готова. Сейчас, да, вам попить. Семен, вам попить. Стоп, Макс, как самочувствие? Хорошо. Дай Петюню хорошей тренировки. Все, кто доделал, попить и мыться в туалет. А минуту весь не надо? Сейчас, мы еще силовую часть сделаем. Погоди. А это не силовая? Это пока легкотняя. Лева, как самочувствие? Марин, как самочувствие? Какой счет? Сколько ты сейчас делаешь? Марин, сколько вы сейчас делаете? Я пока восемь. Восемь? Все, теперь семь надо сделать. Да, я знаю. Восемь, семь, восемь. Шесть. Да, шесть, пять, три. Четыре. Три, два, один. Красавчик. Марина, похвалишь его? Похвалишь, как младшего братика? Похвалишь? А старший брат Никита похвалит младшую сестру и еще похвалит Леву. Так. Парни, попить и мыться в туалет пять минут. Кто задел подъем ног? Я придумал, как можно ходить. Сергей Геннадьевич. Да, только аккуратнее. Сергей Геннадьевич, а почему младшую ногу оттягивается? А они с Левой решили затруднить. Они решили подтянуться и поднять ноги. Они чуть-чуть потруднее делают. Но у них зато, видишь, коленки они поднимают. Вы прямые ноги поднимали? Они поднимают коленки. Тебя там, вода? Никитос, на температуру пойдем? Коктейль. Коктейль какой-то. Я пошел в туалет. Вы в туалет сходите, парни? Никита, фамилия, мальчика, громко. Боженька, Никита Владимирович. Никита Владимирович, как самочувствие? Хорошо. Молодец, желаю хорошей тренировки. Ребят, в туалет попить, умыться в туалет. Умыться. Жарко, потому что. Марин, пойдем на температуру. Да. Давай, доделывай. Лева, пойдем сюда. Марин, фамилия, имя, отчество, громко отчетливо. Марина Владимирович, как самочувствие? Мама, где? Мама? Она в магазин пошла. Давай, пить не жила, хорошей тренировки. Она в магазин пошла. Че, братуха, еще раз разовешь свою фамилию, имя, отчество? Да. Давай. Кузенков Леон. Игорь, а кто? Кузенков Леон. Я понял, все, хорошо. Кузенков Леон. Эй, ребята, балуются, да? Чего они хулиганят? Они там вот. Они разрушили, они полосу препятствий разрушили. Да. Сергей Геннадьевич, одно отжимание сделать. Конечно. Я не специально. Я просто на... Так, клево. Да, е-мое, Семен, ты как их поставишь? Обыкновенно. Молодец. Все, давай, извините. Тихо, парни, спокойно. Давайте, кому-то. Вот это вот так просто было. Ребятишки. Ребятишки, братишки, ребятишки. Я чувствую так с полосой препятствий. Мне надо будет все закончить тогда, да? Не получается у вас ходить все вместе. Марин, ты доделала? Нет. На край не ставить. Аккуратно. Упали? Ставьте. Десять отжиманий будет. Десять отжиманий будет. А сколько? Десять? Один. Давай двадцать. Двадцать. Ну, если как бы упал в пропасть, то двадцать отжиманий. Я не буду. Не будешь? А зря. Полоса препятствий очень крутая. Но это не для всех. Ладно, ребят, стоп. Семен, пойдем. Спокойно, спокойно. Сейчас смотрите, какая штукинция. Вот вы сейчас ходите, двигаетесь. Пойдем, Семен, не переживай. Это все ерунда. Это все ерунда, на самом деле. Нет, убирайте. Ты просто думаешь, я сейчас не уберу. Ты просто думаешь, что это тяжело, невозможно. На самом деле, все возможно. Семен, не говоришь. На самом деле, это легко. Да так, все легко. Марин, ты доделала? Марин, ты доделала? Что это было? Сейчас, стоп, давай. Мы столько денег делали. Да, Памин. Все, стоп, сейчас смотрите, задача. Разбирайте, пожалуйста. Там по два кубика быстро берите. Голоса препятствий сегодня не для вас, а для взрослых, наверное, будет. Потому что вы падаете. Я не хочу, а я не хочу, чтобы вы падали. Кубики разбирайте, пожалуйста. Леон, пойдем. И я садил. А сейчас потом, Годилович, по два кубика, пожалуйста, разбирайте. Вы слишком неаккуратные, друзья мои. А надо быть аккуратными. Это вы создаете опасность и для себя, и для окружающих. Пожалуйста, по два кубика разбирайте. Постройтесь, пожалуйста, вот здесь, в свободном месте. Постройтесь в упоре лежа. Леон, пойдем на тебе два загорелых кубика. У всех они белые. Максим, вы сюда, рядом с Мариной, пожалуйста, постройся. Леон. Макс, иди сюда, рядом с братом, иди сюда. Макс, иди рядом с братом, пожалуйста. Леон, вот здесь давай. Леон, смотри на ребятишек. Никита, руки не приди, пожалуйста. Упор лежа принять. Сейчас каждый из вас... Леон начинает... Лех, развернись ножками туда, а наоборот. Наоборот.